История Натальи Макаровой потрясла все Соболевское сельское поселение. После смерти отца ученица 11 класса чуть не попала в детский дом. Самым близким человеком ей стала уполномоченная по правам ребенком Галина Банцекина. Слева балкон и окно. Там я жила. В этой съемной квартире Наташа жила вместе с отцом последние несколько лет. Вместе с ним в Орехово-Зуевский район она переехала из Латвии. Контактов со своей родной мамой не поддерживала. Весной прошлого года Наташин отец ушел из жизни. У него начались проблемы с работой и с деньгами. Было очень сложно. Когда в стране пошел кризис, у него начались большие проблемы с работой. Везде его увольняли или что-то не устраивало. Также он набрал кредитов целую кучу и не мог с ними справиться. Из-за этого начались большие проблемы. И в конечном итоге он все-таки сдался. Единственное место, куда она могла податься, вот в этот дом, в котором она прописана. Но сейчас он принадлежит мачехе, которая подала в суд, чтобы выписать Наташу. Но я с той семьей дружила не очень. У нас даже были серьезные конфликты. И папе иногда приходилось приходить с работы прибегать, чтобы меня спасать. И я просто вначале как-то это все скрывала. А потом начала просто уходить из дома, сбегать и ждать его с работы. В итоге несовершеннолетняя девушка осталась на улице. Самые близкие люди находятся в другой стране. По закону она должна была попасть в детский дом. О проблемах своей ученицы узнала Галина Банцекина. И поставила перед собой цель помочь Наташе. Это было в марте месяце. У Наташи экзамены. Жить девочке негде. И вот тогда мы обратились в суд с просьбой, чтобы передвинули заседание. И чтобы девочку пока не выписывали. Благодаря поддержке преподавателя Наташа закончила школу. И сейчас поступила в университет. И живет в местном общежитии. Однако вопрос о выписке из дома не решен до конца. Судебный процесс перенесен на сентябрь. Уполномоченная по правам ребенка Галина Банцекина намерена до конца отстаивать интересы Наташи.